Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Пусть Божья благодать, Божий мир войдет в ваши сердца, в ваши ситуации, пусть придет Бог, Его Слово поможет вам пройти ситуацию, которую вы проходите, какую-то трудность, обстоятельства. Проходите вместе с Богом, с Божьей помощью, потому что Он наш первопроходец, Он знает, как лучше пройти, Он знает, как лучше решить ситуацию. Поэтому давайте настроим свои сердца, свои уши, свой мозг, разум, тоже подготовим, чтобы слышать Слово Божие и не позволить птицам поклевать и унести откровение. Аминь. Итак, тема проповеди «Опора всей жизни». Вот это здание, оно стоит на опорах. Знаете, наша жизнь стоит на опорах, на двух. Наше тело стоит на опорах. Вот что-то с опорами произойдет и все, и не придешь, да? Однажды Якову, который боролся с Богом, представляете, настолько этот человек ценил благословение, что Господь ему поразил бедро, ударил туда или вывихнул ему. В общем, жила на бедре была растянута или порвана, у него были проблемы с ходьбой, и он хромал всю свою жизнь. И когда он хромал, он всегда вспоминал, что теперь опора будет не на его физическую ногу. Он всегда уверенно стоял, он всех обманывал, он выходил всегда, хоть у него и были беды потом. Но теперь его опорой, вот этой его ногой, его здоровая нога, это была Бог, на кого он должен был опираться. И мы знаем, что когда он выходил из своего дома, когда он обманул отца и взял себе благословение, и он должен был срочно убегать из дома, чтобы брат его не прибил, Исаф. И мать его все в этом помогла, и говорит, беги к моему брату, к дяде своему. И он побежал, и он побежал с одной сумочкой, с одной сумочкой, и по пути его встретил Бог. И Бог сказал, что он благословит его. И вы знаете что, Яков, он ухватился за это, неважно, твоя жизнь может быть неправильной. Скорее всего, что-то ты делаешь в жизни своей неправильно. Мы все делаем что-то неправильно в нашей жизни. Мы все, мы что-то делаем правильно, а что-то мы даже не понимаем неправильно или просто не хотим это делать. И Яков также, у него были много ошибок, он обманывал, но его сердце ценило благословение. И он встретил Бога, и Бог сказал, что он благословит его. И вы знаете что, Яков, он ухватился за это слово, и он сделал это опорой своей жизни. Он всегда обращался к Богу. На что можно рассчитывать в своей личной жизни, если ты видишь обстоятельства, все против тебя. Все против тебя. Ты можешь доверять слову Бога. Итак, опора всей жизни, это слово от Бога. Лично в твою жизнь. Друзья, когда мы читаем Библию, мы можем читать о Боге и так и не услышать Его. Бывает такое, что мы читаем о Боге, Слово Божье, и мы читаем послание тем, послание тем. Пророческое слово к Израилю. И ты такой думаешь, но я и не тот, я и не римлянин, я и не Филимон, я и не Израиль. То есть ко мне получается ничего нету? Нет. И именно в тот момент, когда я начинаю читать Слово Божье, Бог со мной может заговорить. И это цель чтения Библии. Чтобы Бог со мной заговорил. Потому что Бог часто, Он не многословен. Он говорит определенную фразу, но ты должен ее запомнить на всю жизнь и ухватиться за нее. Он может дать тебе какое-то обещание. Вы знаете, что Иисус давал ученикам обещание. И они поэтому верили Ему. Иногда у нас не хватает такой сильной веры. Почему? Потому что лично мы от Бога не услышали это. Мы читаем в Библии, но как бы мы не можем в это поверить. Если тебе Бог открыл что-то, пообещал, то ухватись за это и держись всю свою жизнь. Возможно, было пророчество на твою жизнь. Может быть, это было 20 лет назад, может быть, 5 лет назад было. Но ты помнишь, как сильно тебя это коснулось. Как твоя внутренность перевернулась. Как вся твоя жизнь перевернулась. Ты просто ухватился за это. Это было чем-то невероятным. У кого-то было такое? Бог говорил в вашу жизнь. У меня тоже было. Когда я стоял в слезах и в соплях весь. И ты не готовился к этому. Но как Слово Божие, оно как будто клином вошло, тараном. Знаете, как просто вошло в твою жизнь. И ты понял, что ты дорог для Бога. Что ты ценен. Что Он с тобою. А знаете, потом проходит воскресное собрание. Приходит понедельник. Проходит 5 лет, 10 лет. И это не исполняется. И мы начинаем сомневаться. И в тот момент, когда мы начинаем сомневаться, наши отношения с Богом рвутся. Они рвутся. И Бог этого не хочет. Но ты это можешь сделать. Как бы своим неверием. Своим сомнением. А, наверное, это было просто на эмоциях кем-то сказано в мою жизнь. Или когда ты читал Слово Божие, ты такой думаешь, дай-ка я почитаю Библию и помолюсь. И ты понимаешь, что с тобой заговорил Бог. У кого такое было? С тобой через Слово Божие стал говорить Бог. И ты понимаешь, что сейчас Он говорит к тебе. Вся твоя внутренность понимает это. У тебя откровение. И вот эти моменты, они ключевые в нашей жизни. За них нужно охвататься. За них нужно охвататься, потому что эмоции пройдут. Хорошие, может быть, ощущения, острые ощущения в Боге, они пройдут. То есть после вот этого особого такого посещения. Но что-то должно остаться стабильным и надежным. Это твоя вера в это обещание. То, что Бог тебе сказал. Не смотри на обстоятельства, доверяй обещаниям Бога. Доверяй Слову Бога больше, чем своим глазам. Бог пообещал Авраму, что у него будет сын. И что у него не просто будет сын. Что он будет самый многодетный отец на всей земле. За всю историю человечества. В общем-то, это даже трудно представить. Это трудно понять. И это трудно даже принять за одно поколение. Потому что Аврам является отцом всех верующих. Духовный, так можно сказать. Почему? Потому что он, как человек первопроходец. Он поверил Богу. Он поверил Богу. И сделал, и послушался. И если мы начинаем верить Богу, когда Бог нам говорит Слово, и мы начинаем слушаться, и мы действуем так, как Бог нам сказал, то Бог говорит, видишь, снова родился твой сын. Снова. До сих пор рождаются дети Аврама. Хотя мы уже во Христе. Но Бог обещал Авраму, что у тебя так будет много детей. Как песок морской. Как звезд небесных. Но у него не было даже одного сына. А что было у Аврама? У Аврама все, что осталось, это обещание от Бога. Будет. Как? И Мария спрашивала, как? Понимаете? Если Бог тебе что-то пообещал, не спрашивай Бога, способен ли ты? Может, ты на эмоциях немножко переборщил, когда ты говорил? Бог, может, или я искаженно услышал? Понимаете? Мы всегда готовы уменьшать Слово Божие. Нет. Как Бог тебе сказал, так и держись за Слово Божие. И я именно хочу, я верю, что Бог хочет через меня сегодня вдохновить вас, обратиться к Слову Божьему, к тому, что Он уже сказал вам, и чтобы каждый из нас мог найти для себя Слово, на котором Он будет стоять всю свою жизнь до конца, до того момента, пока мы будем восхищены на небеса. Даже в это верь. Вы знаете, что многие верующие не верят, что они будут восхищены на небеса. Они думают, они думают так, Господи, только бы не пропустить это. Господи, я вот даже не уверен, что я буду, но мне так хочется. Будь уверен. Общайся. Кто тебе мешает сейчас налаживать отношения с Иисусом Христом, чтобы когда Он придет, Он тебя взял. Мы не можем верить. Мы не можем верить Богу без откровения, без рема. Что такое рема? В греческом языке есть два понятия Слова Божьего. Есть логос, это написанное Слово Божие. Каждый, и даже человек неверующий, может открыть Библию, читать, ничего не понять, и закрыть. Или просто как историю прочитал, как информацию. Но рема, это когда ты получаешь персональное Слово Божие для себя. Это для тебя, это для твоего времени, это лично для тебя Бог что-то пообещал и сказал. И неважно, кому это было обращено, написано, когда ты читал, это Бог озвучил для тебя. И Он говорит, это тебе лично. И не отталкивай это. Не отталкивай, принимай это, раскрывай свое сердце для Слова Божьего, потому что ты не знаешь, какие дни могут прийти в твою жизнь. Писание говорит, что чтобы в день злой все преодолев устоять. Бывают черные дни, бывают атаки сатаны, бывают такие времена, знаете, радостного подъема в Боге, в верующего. Тебе хочется ликовать, прыгать, целовать всех, обнимать, всем проповедовать. А бывает такое, что тебе ничего не хочется, и никого видеть не хочется. Ты думаешь, что тебя все забыли, тебя все предали. Ты находишься, даже Бог о тебе забыл. Ты вообще где-то находишься на дне океана. И тебе в эти моменты, в трудные моменты, всегда нужно вспоминать обетование Божье в твою личную жизнь. Потому что это не совсем правильно, когда мы читаем просто Слово Божье. просто так. Нет, у нас должна быть цель, почему мы читаем Слово Божье. Потому что Библия написана, Иоанна 10, 10, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Что он приходит воровать у тебя? Что? Слово Божье. Если он у тебя украдет Слово Божье, откровение, обещание, которое ты получил, ты легкая добыча. У тебя не будет веры. А если у тебя не будет веры, он тебя щелкнет за одну секунду. Представьте, все происходило на глазах Иисуса Христа, когда он шел по морю. Вот этот разговор, Петр в лодке увидел Иисуса, заговорил, ему Иисус говорит, и он говорит, если это ты, Господи, повели меня выйти к тебе по воде. Он рассказал, что он хочет сделать, свои действия. Иисус ему сказал, иди. И когда Петр ухватился за это слово, то он вышел из лодки и наступил на крепкую воду. Он наступил даже не на воду. Он наступил и оперся своими ногами на Слово Божье. Это было опорой его. Почему он шел? Кто-то говорит, что он шел по воде, а кто-то говорит, что он шел по Слову Божьему. Наступал на то слово, коротенькое, эта фраза была, иди. Больше тебе ничего не надо. Не надо у Господа подтверждений таких, Господи, правда ли это? Давай сейчас я буду шерсть рассказать. Не то, не та ситуация. Иди тебе, Господь сказал. Ты спросил разрешение? Ты услышал, иди. Иди, и не бойся в этот момент. Доверяй этому Слову Божьему. И представляете, на глазах у Иисуса Христа происходит это невероятное происшествие. Человек идет по воде так же, как это делает Бог. И в один из моментов он проваливается в воду и начинает тонуть. Смотрите, что произошло? Он засомневался в этих словах Иисуса. А дьявол так и ждет, чтобы ты засомневался, чтобы ты перестал даже верить в Бога. Знаете, что многие верующие перестают в какой-то определенный момент жизни, они перестают верить в Бога. Они верили, верили, верили. Я сколько встречал людей, и потом смотришь, он перестал верить в Бога, он отошел от Бога. И ты думаешь, этого не может быть. Он просто, он шутит, он верит в Бога. Нет, он не верит в Бога. И тогда ты задуешь вопрос, да он вообще верил в Бога или не верил? Вы поймите такую ситуацию, что когда нам Бог говорит Слово Божье, это благословляет нас. Но это надо удержать в своей жизни, потому что прилетают птицы за этим семенем, и начинают клевать. Демоны, бесы, они, их цель похитить Слово Божье, чтобы ты, не на что тебе было опираться в жизни. Не на что. Дьявол хочет так сделать, чтобы ты, не на что тебе было опираться, чтобы ты постоянно на людей опирался, зависел от людей. Бог хочет, чтобы ты от Него зависел, и от Его Слова, и сказал, и доверял Ему. До конца доверял Ему. Петр опять взывает к Иисусу и говорит, помоги мне, спаси меня. Иисус спасает его и дает новое наставление ему. Зачем ты усомнился? Понимаете, что это не беда, что мы проваливаемся. Это не беда. Беда, это когда мы не выходим из лодки, когда тебе нужно выйти. Представь, ты приехал, твоя остановка, а ты не выходишь. Или наоборот, ты стоишь, ждешь свой автобус, он подъезжает, открываются двери, а ты не заходишь. Ты же просил, ты же хотел. Что ты не заходишь? Что мешает тебе? Страх, сомнения. А как получится, не получится. И вы знаете, что Господь, Он не так сильно огорчается нашим провалом, когда мы начали сомневаться, как, знаете, как тем, что мы не можем снова попросить и начать верить. А наша жизнь на земле это процесс обучения. И раз они были ученики Иисуса Христа, Иисус их должен был обучать. И здесь Он поставил Петра снова на воду, потому что написано, что они снова оба вошли в лодку. Они оба вошли в лодку. Они шли в лодку. Иисус не нес Петра на руках. Извините. Петр должен был идти с Иисусом вместе, снова по воде. Иисус его откорректировал. Иисус его обличил, можно сказать, и тут же вдохновил. Зачем кто усомнился, маловерный? Зачем? Если мы не будем сомневаться, то мы будем видеть чудеса. Но если мы усомнились, нам нужно взывать к Богу и возвращаться на этот уровень хождения с Богом сверхъестественного. потому что это не было естественное охлаждение. Это было сверхъестественно. Никто из людей такого не делал. Извините, по морю никто не гулял. А они гуляли. Ты можешь с Иисусом делать сверхъестественные вещи. Если ты с Ним общаешься, если ты увидишь, что Он делает, и ты захочешь к Нему, Он тебя возьмет. И Он также к тебе может прийти. Если у тебя нету Рэма, персонального слова от Бога, то ищи Бога и ожидай ответ для себя. Ищи Бога. Прежде чем ты что-то начнешь в своей жизни делать, найди Бога и поверь Его обещаниям. Поверь. Например, Иеремия 1,8. Господь говорит Иеремии, не бойся их, ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя сказал Господь. Иеремия был ребенком. Когда Господь к нему говорил, он был ребенком. И он еще пишет, что я молод, Господи, я молод, кто меня будет слушать? Все будут смеяться надо мной, говорить, тебя еще молоко не обсохло на губах, и так далее, ты нас тут учишь. Понимаете, каждый понимает, молодой человек, что он не может пойти и взрослых начать учить, и обличать еще, и ругать их, как это делали пророки. Но Господь сказал, не бойся их, что он их боялся, ибо я с тобою. Вот если тебе Господь это лично проговорил в жизни, я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь, да? Вот если тебе Господь проговорил в жизни, что куда бы ты не пошел, он всегда будет рядом с тобой, то всегда держись за это слово, даже ты будешь видеть противоречивые обстоятельства, которые направлены против тебя. Верь тому слову, не верь своим физическим глазам, не верь своим физическим глазам, потому что если ты поверишь физическим глазам, ты, дорогой Петр, провалишься обязательно, потому что волны тебе, обстоятельства тебе расскажут, где ты сейчас окажешься и что с тобой произойдет. Не верь своим физическим глазам больше, чем бы ты верил Богу. Богу верь больше. Богу верь больше. Сколько мы видим чудес в Писании, сколько и в Старом Завете, и в Новом Завете. Сколько мы видим этих чудес происходило, когда ничего не могло произойти, просто ничего. Сколько в израильском народе было явлено. Что делали они? Они доверяли Богу и делали Его Слово опорой для своей жизни. Они стояли на этом Слове. Сотник из Библии настолько понял это откровение, что подошел к Иисусу и сказал в Матфея 8-6 Господи, слуга мой лежи дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему я приду и исцелю его. Сотник же сказал Господи, я не достоин чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово и выздорове слуга мой. Представьте, как сотник отнесся к Слову Божьему. Он сделал его опорой своей жизни. Он опирался на Слово Божье. Другими словами, Слово Иисуса важнее и действеннее, чем его физическое присутствие в твоей ситуации. Не надо Богу приходить физически в твою ситуацию, чтобы ее решить. Достаточно Слова Божьего. Сотник обрадовал Иисуса. Он просто настолько его, знаете, просто потряс его. Настолько радости у Иисуса было. Что Он поверил Его Слову. Вот это Бог и добивается в нашей жизни. Он хочет видеть результат, что мы доверяем Его Слову. И что бы ни происходило в нашей жизни, мы опираемся на Его Слово и мы стоим на этом Слове. Сотник сэкономил время Иисуса. Вы представьте, если бы сотник, была толпа людей, всегда вокруг него. И представляете, что Иисус оставил бы все свои дела. Все. И пошел бы к сотнику, и шел бы, шел бы, шел бы, шел бы к Нему, и пришел бы, помолился, и потом бы возвращал. Сколько время прошло бы? Просто так, можно сказать. Сотник говорит, я не хочу тратить твое время. Такое ускорение можно сделать. Иисус, я доверяю Твоему Слову, еще даже не произошло. Мой слуга еще продолжает болеть, но я верю, как только ты скажешь, чудо произойдет. Он поверил Слову Божьему, прежде чем произошло физическое чудо. Прежде чем ты увидишь результат своей жизни, прежде чем ты увидишь ответ на молитву, уже верь Слову Божьему. И ты не представляешь, как Бог радуется и прыгает на небесах. Когда прежде своего ответа, ты благодаришь Бога за ответ. Написано, что Авраам сверх веры поверил сверх веры поверил Богу, воздавал Славу Богу, сверх надежды поверил с надеждой. И как там дальше написано, что он воздавал Славу Богу, у него нету ребенка и он старичок. Я понимаю, там парню в 25 лет сказали, у тебя будет ребенок, и там лет 40 родился. Вы представьте, старичку сказать это, и главное, что и нету, и нету. Ну Бог, ты же сказал, ну и где он? Посмотрел, нигде нету Бог, нигде. Ты обманул меня? Нет, Авраам никогда так не сказал Богу. Бог, представляете, Авраам как бы мог пойти? Он бы мог пойти на душевных чувствах и Богу сказать, ну вот, всю жизнь я прожил без ребенка, а сейчас я уже разваливаюсь, и ты мне даешь ребенка, зачем он мне нужен в старости моей в сто лет. Нет, он рад был, он воздавал славу Богу, он воздавал прежде, чем родился у него сын, он воздавал славу Богу. Представляете, если мы научимся и дойдем до этого уровня веры, когда мы сможем благодарить Бога за ответ, прежде, чем он придет, например, твой ответ может быть только через пять лет придет, может через день, у Бога разные сроки, мы их никогда не знаем, какие сроки у Бога, но если ты будешь радоваться, например, я простой пример приведу, мы как церковь, невеста Иисуса Христа, мы можем уже сейчас радоваться и говорить, о Господь, я буду на браке Агнса, я буду с тобой, я буду счастлив, я точно буду восхищен на небеса, и ты уже сейчас радуешься, все-таки на тебя смотрят, ну кто знает, может ты и не восхитишься, понимаете, мы уже можем заранее радоваться, что в нашей жизни мы увидим большое пробуждение, действие Святого Духа, а иногда мы себя оцениваем так, о, я по всем стандартам не подхожу для лидера пробуждения или там для участника пробуждения, о, я не подхожу, знаете, что, Дух Святой подходит, и тебе и нужно, чтобы Дух Святой присутствовал. Вы знаете, как многие люди приводили приказ в исполнение, они брали Слово Божие и говорили, Бог, ты в своем слове сказал, и они начинали это озвучивать и утверждать в самые темные времена человечества, во времена Лютера, 15 век, во времена, когда была тьма, когда вообще был атеизм, был на земле, или вообще люди не верили ни во что сверхъестественное, некоторые верующие вставали и говорили, нет, это обетование принадлежит нам и детям нашим и всем дальним, кого не призовет Господь. И они утверждают, они говорят, что Дух Святой должен действовать в наши дни. И они таким образом адаптировали обещание Бога, благословение Бога в своей жизни и видели чудеса, и видели пробуждение. Если мы почитаем биографии пробуждений, где люди видели потрясающую славу Божию, как все это начиналось, они стояли на Слове Божьем, у них была жажда и голод по сверхъестественному, и они говорили, Бог, мы верим, что именно мы те люди, которые живем в последние дни, и ты сказал в Слове Своем, что в последние дни ты зальешь от Духа Своего на всякую плоть, и они стояли и утверждали, и пришло пробуждение, пришло благословение, и многие люди, многие жизни были затронуты Божьей славой, Божьим Словом, были изменены, Аллилуйя, твоя жизнь навсегда изменится, ты будешь настоящим верующим, и когда Иисус придет, у Него не будет сомнений насчет тебя, Он тебя возьмет, потому что ты настоящий верующий, ты хочешь быть настоящим, тебе нужно верить Богу, тебе нужно верить, только это тебя сделает настоящим верующим, не твоя внешность, не столько, сколько ты Библию читаешь, а столько, сколько ты ее понимаешь и слышишь Слово Божие, и веришь этому Слову Божьему, и надо настолько страшно поверить, потому что то, что ты услышал, это не входит в твои рамки, то, что ты услышал Слово Божие, ты это оставляешь, ты боишься, Мария тоже могла бы испугаться и сказать глюк, глюк, это не может быть, мама, помоги там, начала бы кричать, и ангел бы улетел, понимаете, нет, ангел пришел к ней, стал разговаривать, стал ей слово такое говорить, и она подняла руку и сказала, да будет тебе, да будет мне по Слову Твоему, она все, она сказала, я принимаю этого слова, я принимаю прямо сейчас слово от престола Божьего, и она зачала и родила Иисуса Христа, скажите, как это возможно, я сам не знаю, как это возможно, но это произошло, потому что она осталась верной, верной в то, что Бог сказал ей, ты родишь сына, который спасет людей своих от грехов их, аллилуйя, что бы мы делали без Иисуса, что бы мы делали без Марии, и все католики тут же сразу сказали, аминь, нет, нет, нам, знаете, Мария, это на своем месте, мы ее не превозносим в чин, не обожествляем, в вашу жизнь тоже пришла определенная Мария, засвидетельствовал ангел, он сказал, что ты родишь сына, и в тебе родился Христос, тебе тоже пришел этот Гавриил, парень какой-то тебе свидетельствовал на улице и рассказывал тебе Евангелие, это как посланник Гавриил, а ты как там Мария, да, хорошо, принимай Иисуса Христа в свое сердце, ах, он и родился в тебе, и теперь он живет внутри тебя, вы знаете, что в каждом рожденном свыше христианине живет Господь, это чудо, это чудо, Иисус Бог живет в нас, Он живет в нас, иногда мы туда кричим и не осознаем, что Он ближе к нам, чем мы думаем, мы туда кричим сквозь галактики, о, Господь услышит меня в моей ситуации, никто меня не понимает, а он такой говорит, за что ты кричишь, я здесь, тебе надо на дьявола кричать, ну проблемы кричать, да меня тебе не надо кричать, я в тебе внутри, я слышу, говори, кстати, тебе нужно поверить, вы знаете, что многие верующие не верят в то, что Бог живет внутри них, они не верят в это, а хотят видеть ответ в своей жизни, тебе нужно поверить, что ты Богоноситель, ты носишь Бога внутри, Он живет внутри тебя, и Он твою жизнь благословляет, и твое окружение, аминь, пусть Бог благословит нас.